Я вам признателен за то, что вы исполнили, кто-то исполняет свой долг. Многие наши земляки сейчас там с оружием в руках, многие не вернутся. Мы будем помнить, они сделали все, что могли сделать для того, чтобы мы жили здесь спокойно. Ну а наш долг здесь делать все для того, чтобы победа была как можно скорее. Мы вернулись к мирной жизни и дальше продолжали создавать и развивать и укреплять нашу страну. На встрече говорили о деятельности филиала фонда, оказании помощи участникам боевых действий, ветеранам, членам семей. Губернатор отметил важность обратной связи, чтобы можно было доработать текущие меры поддержки. Шла речь о совершенствовании системы медобслуживания военнослужащих, уволенных в запас, совершенствовании доставки их к месту проведения диспансеризации и лечения. Говорили про возможности безвозмездного предоставления оборудования и инвентаря для тренировок региональной команды ветеранов боевых действий по адаптивному спорту. Про возможность льготного посещения спортобъектов ветеранами СВО и членами их семей. Обсуждали корректировки в региональном законодательстве по оказанию бесплатной юридической помощи, улучшение санаторно-курортного лечения, предоставление бесплатных парковочных мест. Руководитель отделения Дмитрий Афанасьев сообщил, что в филиале сегодня 40 социальных координаторов. За год работы обратились в отделение около 3,5 тысяч человек. Принято было более 7 тысяч вопросов, из них 86% решены. Военный прокурор Калужского гарнизона, прокурор области, военный комиссар проводят приемы участников спецоперации и их семей ежемесячно. У нас хорошо идет в регионе психологическая помощь, спасибо коллегам областной больницы Лившица. То есть идет работа групповая, в том числе индивидуальная работа. Вы посещали, видели, с членами семьи погибших. Это такая для нас очень знаковая работа. По завершении встречи губернатор поручил министерствам и руководителям администрации муниципалитетов найти решение для прозвучавших предложений. Субтитры создавал DimaTorzok